К весне 1944 года советские войска почти полностью освободили Гомельскую область, часть Полесской, Витебской и Могилевской областей. Но помимо борьбы с врагом за территорию, в апреле развернулось сражение и за посевную. Стремясь задушить непокоренных белорусов голодом, оккупанты делали все, чтобы сорвать весенние полевые работы. Немцы отнимали у крестьян посадочный материал и инструменты, под угрозой смерти выгоняли людей в поля для перепахивания озимых культур, запрещали сеять яровы, выжигали землю. И как в этих условиях обеспечить белорусов хлебом и картофелем, создать необходимые резервы продовольствия для Красной Армии? Из директивного письма председателя Совета народных комиссаров БССР Пантелеймона Пономаренко от 27 апреля 1944 года о мерах по проведению весеннего сева. Враг, видя неизбежность своей гибели и то, что в скором времени придется бежать с территории Белоруссии, пытается сорвать весенние полевые работы местного населения, обрекая его на голод. В соответствии с решениями партизанских соединений, каждый из отрядов имел такую задачу – помогать населению, а при необходимости и самим участвовать в посевной, потому что урожай – это был очень важный, хлеб, питание – это не только для самих солдат, но все тоже ощущали, что скоро уже будет окончание войны, освобождение территории. И это была тоже одна из стратегических задач проведения весенних полевых работ. Особое внимание обращали на проведение сева в деревнях, расположенных на границах партизанских зон и вблизи вражеских гарнизонов. Задача – проводить полевые работы по ночам под вооруженной охраной, прикрывая население специально выделенными отрядами и заставами. Партизанским мастерским и кузницам разрешили принимать в ремонт сельхозинвентарь, причем выполнять эти работы требовали так же быстро и качественно, как и ремонт вооружения и снаряжения. Партизаны ответственно отнеслись к задаче и действовали по принципу – незасеянным не должно остаться ни одного гектара. И тут очень много есть примеров, каким образом, как, с помощью кого, как использовали даже военную технику для того, чтобы с севом справиться, а потом еще необходимо охранять. И с другой стороны, оккупационные органы принимали все для того, чтобы ликвидировать такие посевные и обескровить за счет уничтожения жителей. Партизаны полностью контролировали посевную. В помощь крестьянам максимум рабочей и тягловой силы и необходимый транспорт установили строгую очередность в пользовании лошадьми и сельскохозяйственным инвентарем. Из постановления Военного совета Первого Белорусского фронта, подписанного командующим фронтом генералом армии Константином Рокоссовским от 25 февраля 1944 года о мерах помощи со стороны фронта в восстановлении народного хозяйства Белорусской Республики. Сейчас, в 1944 году, когда изо дня в день освобождаются от немецких захватчиков все новые и новые разрушенные районы Белоруссии, особо важно не упустить весенний период, когда каждый добавочный гектар засеянной земли увеличивает пищевые ресурсы страны и укрепляет колхозы. Важно, чтобы генералы, офицеры, вся масса сержантов и солдат полностью и правильно осознали величие этой задачи. Весной 1944-го красноармейцев можно было встретить почти в каждом селе. Одни пахали землю, другие ремонтировали инвентарь, третьи находились в дозоре, чтобы предупредить о появлении гитлеровцев и дать им решительный отпор. Общими усилиями Первый Белорусский фронт заготовил более 13,5 тысяч пудов зерна, обеспечив потребности в хлебе до августа 1944-го. Запасы зерна позволили по-братски поделиться с жителями героического Ленинграда, которым было отправлено 610 тысяч пудов хлеба. Вот так, сплотившись, каждый внес свой вклад в полное освобождение Беларуси и общую великую победу.